За социальную активность. Сегодня в Муроме честовали тех, кто живет с Муровым одной жизнью. В День пожилого человека людям старшего поколения были вручены персональные призы администрации округа. Ветераны получили памятные медали 65 лет со дня образования подразделений особого риска. Подробности в сюжете. В зале самые энергичные и преданные идеалам юности люди. Они привыкли жить так, чтобы об их делах помнили не только дети, но и весь город Муром, в котором работали, любили, взрослели. Именно вы восстанавливали страну после тяжелейшей Великой Отечественной войны, осваивали целину, помогали осваивать космос. День пожилого человека. Вас трудно назвать пожилыми людьми, потому что у вас столько энергии, бодрости. Далеко не каждый молодой человек сравнится с вами по вашей трудоспособности. Это люди, которые не забывают свои семьи, своих детей. В нужную и трудную минуту всегда придут и подскажут. Вы являетесь проводником замечательных, красивых, нужных, важных идей, которые притворяются в нашем городе. В торжественной обстановке за социальную активность наградили пятерых человек. Среди них Владимир Елистратов, многие годы посвятивший работе по патриотическому воспитанию молодежи. Ежегодно посещаем мероприятия в школах 1-й, 19-й, в индустриальном колледже, где проводятся уроки, связанные с военно-патриотическим воспитанием. С помощью ветеранов завода мы выпустили книгу, то есть набрали материал, выпустили книгу памяти завода, в которой записаны все участники, погибшие и выжившие в этой последней войне, ушедшие на фронт с нашего завода. Одним из самых активных групп оргов местной организации Всероссийского общества слепых является Владимир Платонов. Мы готовим номера музыкальные и во время вот этих мероприятий выступаем, поем. Они не видят, но у них есть слух, вот, и есть желания душевные. То есть они все равно также участвуют, как обычно нормальные люди. Я являюсь старстой дома длительное время. Значит, уже вот 24 года в ансамбле «Хромка» работаем. В Совете ветеранов завода тоже принимаю участие. В общем, активный человек. Ветераны подразделения особого риска в числе тех, кто в экстремальной ситуации проявлял высочайшую ответственность и твердость духа. 29 августа исполнилось 70 лет со дня испытаний первой атомной бомбы в Советском Союзе. И вторая знаменательная дата – это 65 лет со дня образования подразделений особого риска. Вот именно ветеранов таких подразделений особого риска, людей, которые стояли у истоков создания ядерного щита нашей Родины, мы сегодня и будем чествовать, награждать. Всего для награждения муромлян было изготовлено 20 памятных медалей. 65 лет со дня образования подразделений особого риска. Елена Петрова, Александр Симонов. Новости. Муром.